Дамы и господа, княженцы, милые дамы, большущие всем приветища, всем доброго, бодрого утречка, всем доброй, бодрой пятницы, наступила, наконец-таки, пятница, великолепнейший день недели, то время, когда работающие люди, работающие люди, значит, могут отдохнуть, расслабиться, давайте с вами немножечко почилим, погуляем, отдохнем, короче, насладимся жизнью. Значит, сегодня будем с вами отречать про Натали, как всегда, не забываем поддержать Палыча большими пальцами вверх, подпиской, комментом, ну и, собственно говоря, давайте сразу с вами начинать. Сегодня мы с вами говорим про лишние килограммы, борьба за килограммы, наверное, назову я этот ролик. Почему так? Да все очень просто. Сегодня спускаюсь вниз в комментарии, до начала просмотра ролика, и вижу такие комментарии, такого плана, мол, Наташа, ну как так можно, что дед, ну что папа, мол, папа, таскает воду? Это ведь тяжело, это ведь Лейков столько весит килограмм и прочее, пускай берет, ну, там, небольшие веса и так далее, на что прям тут же отвечает Губарева, обычно у нее следует коммент в виде какого-то обычно лайка, или такой, знаете, ну, сухого ответа. Сегодня прям по полной Наташка прям, значит, отвечает. Боролась как могла, плюнула, мол, на все, пускай делает, что хочет. Значит, великолепнейший ответ и великолепнейшее отношение к жизни и к отцу. Касаемо, значит, опять же, вот этих самых поливок. Чтобы батя не таскал ведра, наверное, надо включить голову и как-то проявить себя. Первый вариант, как мне кажется, протянуть шланг. Не говорю, что делать систему полива, протянуть хотя бы шланг. И хрен с ним, с этой, с холодной водой, то, что поливать ты будешь. По крайней мере, будешь поливать больше, не надо будет на руках батя это носить. Ну, там, понятное дело, да, может, как-то не совсем это полезно, там, для растений, как холодная вода. Но это все равно, знаете, это будет лучше, чем здоровье батя. Вот так вот тратиться на какие-то тяжести, поднятие ведер в таком возрасте. Кроме всего, значит, есть второй вариант. Это взять ведра пораньше самой встать и пойти пролиться. Пораньше, то есть, когда еще не вышло солнце, часов в 5 утра, вот самое то. Или, в конечном счете, дать в зубы, ну, вернее, в зубы, там, давать-то особо некому, в руки тонюхи ведра. И, собственно говоря, чтобы она немножечко полила. Потому что просто так есть, просто так пребывать на твоей территории, у тебя в гостях, ну, это, наверное, такого дорогого стоит. Ну, да ладно. Что сегодня по работе, значит, и по происходящему. Накануне, мы помним, с вами были работнички, делали опалубку, заливали там цемент, фундамент и так далее. Вы там до этого писали в комментах, и у меня писали. И там на канале я таки видел комментарии о том, что, Наташа, я, типа, не профессионал, мол, не профессионалка там. Ну, значит, мастера, мне кажется, не очень сделали работу. Я поначалу к этому не присматривался, но сегодня как-то Гублева сказала про то, что что-то тут треснуло. И тут она спрашивает у отца, а это нормально, а это ненормально. Я сразу же понимаю, что накануне Павлович был прав в том моменте, когда сказал, что работникам надо было не только напоить кофе пустым, но и дать им бутербродов. Наварить картохи, нажарить какое-нибудь мясо, чтобы работники работали, были довольны, а не так, что просто за бутылку с подворотни с какой-то соседней наняла, значит, работяг, подешевле все, чтобы было. Она ведь как хочет? Она хочет двух зайцев сразу там, да? И подешевле, чтобы было, и покачественнее. Ну, так она редко когда бывает, учитывая то, что учитывая все эти моменты, и как все по итогу вышло. Я, конечно, не специалист, как бы, может быть, ошибаюсь, но мне почему-то кажется, что работа там оставляет желать лучшего, результаты того, чего было сделано. Ну, может быть, опять же, ошибаюсь, не знаю. Значит, вообще, касаемо сегодня дел, прям Павлович так сказал про дела, и тут же прям касаемо дел. Сегодня вообще хоть кто-нибудь там работать будет, или только пизд... да, языками. Потому что, значит, пришла Танюха около стола, там, вроде что-то бездельничает, Губаревая там сидит бездельничает. При этом, при всем, хватает просто какой-то наглости, я не знаю, каких таких вот этих, не эмоций, каких-то качеств, качеств хватает таких. Сказать деду, а не польешь ли ты помидоры с огурцами там, да? А ты-то для какой тут модели нарисована? Ты же у нас ведь как говоришь? Ты поливаешь все? На камеру полила два раза, значит, все, на этом хватит. Просто сегодня, как только Губарева зашла в огород, и было видно, потому как там все засохло, пересохло, то, что... Ну, когда вот до этого я вам говорил, что дед на все плюнул, забил, не стал поливать огород, когда у них был конфликт, скандал. Соответственно, вот и результаты. Потому что до этого дед поливал огород, там было все хорошо, все росло. Как только дед забросил это, вот тебе результаты. Понятное дело, сейчас она ему попросила, сказала, и сейчас я так, знаете, что планирую, скорее всего будет такое. Это был промежуточный этап. Дед сейчас все, как правило, наверное, выправит ситуацию. Вы просто вдумайтесь, ситуацию, что он выправит. Но кто это будет выправлять ее? Кто будет эти ведра таскать? При этом, при всем, одна ночь сидит в ногти, грубо говоря, пилит, вторая какой-то имитацией бурной деятельностью занимается. Ну, дичь. Ну, просто вот одним словом дичь. Значит, этот интересный момент сказать я сегодня по поводу, по поводу. Сейчас, 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 сейчас. Блин, вот такое бывает, когда вот что-нибудь напишите и не понимаете свою почерку. А, все, я так понял. Если бы я одно слово не понял, даже не мог понять, что я написал. Значит, что сегодня делала губа в то время, пока дед поливал. Сегодня губа решила, значит, лука подсобрать. И вот, знаете, опять же был тот самый момент с трешаком, который вот я вот вам вангую, как все это будет далее с собранным луком. Этот лук губа сгрузит в подвал, потом лук начнет пропадать, гнить. Она, возможно, даст бабке Олеон, Танюхе вот он немножечко даст. Ну, как немножечко, сколько-то захочет. Но лука реально много. Лука получилась тележка, возможно, еще там это можно набрать, или она уже набрала, не показала этого. Просто смысл-то, какое всего происходящего. Если бы у нее руки росли из правильного нужного места, и если бы в голове у нее был бы царь, как там говорят, если ты дружишь с царем в голове, то можно было направить данное действие на то, чтобы с этого что-то не только, как сказать, в общем, в целом, поиметь что-то, вот так вот скажу, коротко и ясно, то есть взять, поехать тупо на рынок, по дешевке, продать этот лук, себе там немножечко заработать. Вот это бы вдвойне было приятнее, вроде бы как бы и вырастил, вроде бы и денежку за это вот там получил. В конечном счете, даже если не говорить за эти вот там меркантильные потребности, наклонности, так скажем, качества, но в виде получения какой-то там прибыли, хотя тут ничего такого нет, если она сама это вырастила, то почему за это не получить какую-то материальную благодатность, так скажем, самой же для себя. Но можно ведь этот лук просто раздать, просто раздать бабулькам, я не знаю, там выйти даже за пределы калитки, поставить этот лук там, просто выпить в тележке, пускай кто хочет его, тот и берет, написать табличку. Это, думаю, что будет лучше, нежели этот лук, у нее там сгниет, еще раз повторяюсь, его как-нибудь мошка побьет, и в конечном счете она скажет, что это всему виной, значит, какая-то, как там, погода в доме, а все другое, суета. Ну, она не скажет, конечно, погода в доме, но скажет там, какая-нибудь сырость в подвале, или что-то из этого схожее. Значит, что еще надо сказать сегодня? Да, в принципе, я ничего больше говорить не буду, потому что Палыч сейчас в целом собирается, Палыч собирается поехать погреть пузо, собственно говоря, буду на этом с вами прощаться, дележек еще много, еще надо чемодан собирать, увидимся с вами уже завтра, роликов Палыч записал достаточно, буду загружать каждый день, они у меня закончатся, их там у меня пять, кажется, или четыре, точно не помню, и сразу же начинаем с вами устраивать Семчанский, да и просто пообщаемся на новые темы, потому что будут записывать, ходясь уже в отеле. Все, на сегодняшний день все, большое спасибо всем за просмотр, за ваши лайки, комментарии, подписки, с вами был Егор Палыч Княжин, увидимся очень скоро, всем до новых встреч, всем пока!